В этом уроке мы начнем выполнять блокинг объекта книги. У меня открыт файл 0304 start и вы можете видеть изображение ряда книг, которое будем использовать в качестве референса. Рабочий процесс для такого типа формы будет простой Hatsu Face Modeling и поэтому начну с моделирования фактические коробки как базовой формы. Давайте перейдем сюда и выберем куб. В средней величины книгах, подобных этим, размеры и пропорции обычно такие. Около 12 дюймов в высоту, 9 дюймов в глубину и 2 дюймов в ширину. Давайте возьмем калькулятор и посмотрим, что это будет в сантиметрах. Высота. Иду сюда, ввожу 12 и видим, что это равно 30 сантиметрам. Выбираю наш куб, иду в Inputs и ввожу в HIGH 30. Ширина. Иду в калькулятор, в дюймы, ввожу 2 и, как можете видеть, это равно 5 сантиметрам. Аналогично иду в Inputs и ввожу Weight, глубину, равная 5. Затем также пересчитываю в калькуляторе глубину в 9 дюймов на 22 сантиметра. И добавляю это в параметр Depth. Таким образом, это дает нам фактически точные размеры и пропорции объекта. Следующая вещь, которую хотим сделать, некие выдавливания по торцам книги. Как можете видеть, здесь выделяется толщина обложки, а внутри видны страницы, которые тоже нужно создать. Начнем с выбора поверхности сверху, сзади и снизу, так как собираемся использовать опцию Extrude, выдавливание. И изменяю здесь параметр Offset смещения на 0.3. Да, это выглядит довольно хорошо для показа толщины обложек книги. Далее снова применяю Extrude, вдавливая на нужную величину, чтобы обозначить объем страниц в этой книге. Подготовлено кубом перевод всем. Далее будем строить закругленную форму по обложке вдоль этого торца, где находится переплет книги, для чего потребуются дополнительные петли ребер. Чтобы сделать это, выбираю Faces и перехожу к виду спереди. На самом деле лучше вернемся сюда к перспективе. Выберу все эти поверхности выделением через средние части. Это такой тонкий трюк, чтобы выбрать только те поверхности, которые находятся спереди, затем только те, что на верхней части, затем с другой стороны, где страницы, а затем и внизу. Далее использую опции Tools Connect, чтобы начать добавлять на них Subdivisions. Мне на самом деле достаточно иметь три продольные петли ребер вокруг, чтобы начать округлять переплет книги. Построив их, нажимаю Enter и перехожу к виду сверху. Теперь, чтобы начать получать такую округлую форму, буду работать с вершинами, поэтому выделяю все эти вершины растягивающимся прямоугольником выбора. При этом внимательно слежу за тем, чтобы захватить все вершины внизу. И я вытаскиваю их вперед. А затем захватываю следующий набор вершин здесь с обеих сторон. Я хочу сделать их одинаково выдвинутыми и просто вытаскиваю так, чтобы начать создавать такую закругленную форму переплета книги. Теперь последнее, что хочу сделать, исправить вершины на внешних границах книги, и после этого блокинг книги будет закончен. Иду на вид сбоку, ввожу четыре из клавиатуры и хочу убедиться, что эти вершины сзади вдоль страниц книги не захвачены экструзией. Иногда, в зависимости от того, как вы выполняете экструзию на своем объекте, они могут оказаться смещенными друг от друга. А я просто смещу их как-то так, чтобы показать такую ситуацию. Таким образом, они больше не идеальны. Давайте перейдем к виду слева, и теперь можете видеть, что есть такой беспорядочный ряд вершин, которые больше не находятся на одной прямой линии. Чтобы исправить это, хочу показать вам, как можно использовать для этого инструмент масштабирования. Выберу все эти вершины, возьму инструмент Scale и потяну, пока выбранное не слипнется вместе, что и приведет к выравниванию вершин в этом ракурсе взгляда. Затем могу использовать инструмент Move и привязку точек, чтобы выровнять их к этим вершинам здесь и к этим вершинам внизу, и также получить прямые линии. Удерживаю клавишу V для моментальной привязки этой горячей клавишей, дальше тяну по оси Z инструментом перемещения, помещая курсор на эту вершину, и она привязывается. Затем потяну по оси Y и навожу курсор на эту конкретную вершину, чтобы привязаться к ней. Итак, получаем базовый блокинг книги, но нам понадобится не одна книга, а несколько. Поэтому рекомендую, прежде чем перейдете к детализации этой конкретной книги, продублируйте ее форму. Она хорошо подходит для того, чтобы иметь возможность достаточно быстро добавлять другие детали, и чтобы можно было на ее основе создавать целую серию разных книг. Так что выбираю книгу в режиме объекта, нажимаю Ctrl D и просто отодвигаю копию в сторону. Таким образом, после завершения блокинга книги, у нас теперь есть ее продублированная исходная форма, прежде чем углубимся в детализацию. Так как предполагаем создать целую библиотеку книг, которые не должны выглядеть совершенно одинаково. Рассматривая референсы на любые библиотеки, видим, что книги имеют разные размеры, формы и пропорции. Так что этот этап процесса моделирования является правильным, если хотим создать множество книг разного вида.